Всем привет сравнение смартфонов Xiaomi Mi 10T Lite против POCO F3. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость и наличие данных устройств. По внешнему виду смартфоны сделаны из одинаковых материалов, это стекло и пластиковая гантовка у смартфонов. Quad-камера против тройной камеры у POCO. Сделаны из стекла, но видим разные. По-моему в черной версии POCO F3 тоже будет такое же стекло, то есть обычно не матовая, как у белой версии. Снизу порты USB Type-C, джек для наушников у POCO F3 его нет, у Mi 10T Lite есть, он на нижней грани. Хорошо, тут кнопки регулировки громкости, кнопки включения, сравним их по габаритам. Диагональ дисплеев не отличается, это 6,6 дюймов, там чуточку больше, 6,67 дюйма. Так, включим смартфончики. Одновременно смотрим, кто быстрее загрузит систему. Так, разблокируем устройство. Дисплеи. Дисплеи по 120 Гц, то есть тут по сути дисплей отличаются только матрицей, у POCO F3 это AMOLED матрица, тут IPS матрица. По 120 Гц, одинаковая плотность пикселей, одинаковое разрешение, 1400 на 1080 точек, это Full HD+, 120 Гц, 394 PPA. Так, открываем синтетические тесты. Так, Geekbench, Android 11, процессоры от Qualcomm, у Mi 10T Lite, процессор Snapdragon 750, 8 ядерный, 6 плюс 2, 1,8 и 2,2 Гц. Тут 4 плюс 3 плюс 1, 1,8, 2,4 и 3,2 Гц. Это Snapdragon 870. Adreno 619, тут 650. И вот результаты. POCO F3 значительно выигрывает. Хорошо. И в Antutu бенчмарке посмотрим также результаты. Почти в два раза, да, на 300 тысяч пунктов превосходит POCO F3 Xiaomi. При том, что разница там по стоимости между ними небольшая. Но вот по производительности тут будет колоссальное преимущество в пользу POCO F3. Хорошо. В принципе, и по дисплейчику он лучше, потому что, ну, это, наверное, уже кому как. IPS это тоже очень хорошая матрица, но вот AMOLED она более яркая, более насыщенные цвета. Вот. Но, возможно, кому-то нравится такой более строгий, возможно, дисплей у дисплея IPS. Давайте откроем браузер и посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Вот сайт Samsung. Перейдем по этой ссылке одновременно, смотрим. По скорости загрузки разницы не вижу. Вот назад POCO возвращает быстрее. Нет, все-таки, да, чуть-чуть быстрее POCO работает, то есть сказывается вот это преимущество в производительности даже, да, в такой, как бы, ну, обычной задаче, как браузер. Тут, как бы, и там, и там избыточная мощность, но все равно на POCO, ну, все постабильнее работает на одном и том же сайте в одном и том же браузере и подключены к одной и той же сети смартфончики. Окей. Давайте откроем Play Market одновременно. Так, сейчас все закроем. Вот, открываем Play Market одновременно, то есть, да, тут все прорендерилось на POCO быстрее. Вот. Ну, ощущается, да, его преимущество. Тут, конечно, тоже очень быстрое устройство. То есть, без сравнения не будет вообще ощущаться, что тут как-то оно медленно там что-то работает. Нет, все тоже быстро работает, но вот в сравнении с POCO F3, конечно, по производительности, по скорости загрузки тут будет разница. Так, открываем тяжелую игрушку PUBG. PUBG Mobile. Ну, одновременно посмотрим, как тут будут обстоять дела. Вот, в принципе, по внешнему виду, в принципе, ну, не могу отдать кому-то преимущество из смартфонов. То есть, там и там одинаковые материалы корпуса. Вот, ну, по преимуществу тут, по производительности однозначно преимущество у POCO. Так, что-то еще тут докачивается, какое-то вот свежее обновление. Давайте посмотрим и на скорость загрузки этого обновления, как оно будет отличаться. По автономности тоже, в принципе, где-то равенство. Ну, вот, если вот прям в лоб в лоб их сравнить, то есть, так вы не будете ощущать какую-то там колоссальное преимущество у Mi 10 Lite, но оно есть небольшое. Вот, там до 10% при одинаковой нагрузке Mi 10 Lite проработает дольше. У него немного больше объем батарейки. Вот, чуть и чуть менее требовательный процессор. Так, ну, видим, да, что тут быстрее все загружается уже по новой. Ставим PUBG на загрузку после обновления. Вот, ну, именно сама игра работает вроде как на самой высокой графике, что там, что там. То есть, тут разница будет только по скорости загрузки. Игра будет работать идеально на этих устройствах. Эм-эм-эм. Эм-эм. ы, эм-эм. когда к сожалению не пропустить но в общем да мы увидели что вот можно пропустить все супер так вот настройки графика максимальный уровень так и ожидаем 10 лайда конечно он помедленнее вот особенно в таких вот до тяжелых задачах это уже ощущается ну конкретно если в браузере там работе программ работе системы не ощущается тот в тяжелых задачах типа тяжелых игрушек это уже будет ощущаться конечно более существенно туда ну в раза два наверно пока со всем этим полтора два раза справился быстрее да и сейчас еще одна загрузка будет а тут пока конечно посерьезнее показывает уровень но сама игра работает она убедимся в этом покажу что на максимальных настройках графики и нами 10 и light все работает как это закрыть миллион действий настройки графика а нет на средних настройках графики что-то я думал что на максималках будет но работает на средний даже не на высоких даже высокие нельзя поставить окей хорошо закрываем средние настройки графики идут на ми 10 тылой то есть по игрушкам разница будет большая так хорошо и теперь по камере это единственный пункт по которому ми 10 the light будет лучше у него и камера по функциональне этот quad камера тут тройная и получше диафрагма и мегапикселей побольше нами 10 light это единственный пункт по которому ми 10 и light превосходит ну и по автономности да там до 10-12 процентов по автономности ми 10 light будет выигрывать по всем остальном даже наверное по внешнему виду мне больше нравится пока по производительности колоссальное преимущество ну и дисплеями тоже больше нравится на пока и теперь покажу вам примере снимков на камеры этих устройств сравнений сможете оценить их качество на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на колл максима был комментируйте ставьте лайки и ждите новых видео пока